Доброе утро! Меня зовут Олеся Теребей, я адвокат. И если у вас есть вопросы, вы можете их направить на адрес электронной почты либо в студийный вайбер, указанный на экране. И я с удовольствием отвечу на них в следующих выпусках. Что понимается под культурно-зрелищным мероприятием и кто его вправе проводить? Культурно-зрелищное мероприятие представляет собой культурное мероприятие по публичному исполнению результатов творческой деятельности художественными коллективами либо отдельными исполнителями. Кодекс о культуре предусматривает, какие мероприятия относятся к культурно-зрелищным. В случае, если какое-либо культурное мероприятие представляет собой публичное исполнение результатов творческой деятельности художественными коллективами либо отдельными исполнителями, то данное мероприятие в любом случае будет признаваться культурно-зрелищным вне зависимости от того, где оно проводится, кто выступает его организатором, а также получает организатор прибыль, доход от данного мероприятия или не получает. На практике к культурно-зрелищным мероприятиям относятся в том числе музыкальные вечера и новогодние огоньки, которые проводятся объектами общественного питания, ресторанами и кафе. В случае, если на этих мероприятиях происходит публичное исполнение результатов творческой деятельности какими-либо художественными коллективами либо отдельными исполнителями. В настоящее время в Республике Беларусь функционирует Реестр организаторов культурно-зрелищных мероприятий. Введение данного реестра осуществляется Министерством культуры Республики Беларусь. В Реестр организаторов культурно-зрелищных мероприятий подлежат включению все организаторы, за исключением организаторов из числа государственных органов, государственных организаций либо организации в уставных фондах, которых более 50% принадлежит Республике Беларусь. И помните, что незнание закона не освобождает от ответственности. А я, адвокат Олеся Теребей, прощаюсь с вами и желаю вам хорошего дня.